Ведение мяча, передачи, бросок, ворота – всё это напоминает футбольные приёмы. Но речь идёт не о нём. В минувшие выходные в Славянском районе прошли соревнования по двум необычным видам спорта. По каким именно, расскажут наши корреспонденты. В спортивной школе «Урожай» хутора Барониковского состоялся турнир открытого первенства по гонболу имени Владимира Симоненко. Будучи председателем колхоза «Кубань», он создал профессиональный спортивный клуб и детско-юношескую спортивную школу «Урожай». Игра в гонбол представляет собой сочетание футбола и баскетбола, для которой необязателен выход на открытое поле. Гонбол входит в программу олимпийских видов спорта, поэтому юным спортсменам из Славянского района есть к чему стремиться. На минувших выходных на первенстве по гонболу среди учащихся 13 лет и младше ребята попытались выяснить, какая из команд лучше. Кроме этого, у ребят была возможность потренировать свои навыки, научиться бороться за лидерство в спорте. Пожелать удачи ребятам в соревнованиях приехал глава Славянского района Роман Синеговский. Поэтому, ребята, я хотел бы, чтобы вы продолжали заниматься спортом, чтобы сегодня победили, конечно же, сильнейшие. Успехов всем, добра, радости и всего самого-самого доброго. Данил Фоменко из Славянска-на-Кубани с детства занимается футболом, волейболом, лёгкой атлетикой. Считает, что спорт – это жизнь. На секцию по гонболу ходит не так давно, но уже с удовольствием участвует в соревнованиях и усердно готовится к ним. Мы играли, тренировались, чтобы навыки какие-то изучали. Мы, конечно, вся команда у нас хотим победить. Все очень устроены, но я думаю, что мы победили. В Славянском районе турнир по гонболу проводится уже третий год подряд и за это время стал традиционным. В этот раз ребята боролись за переходящий кубок. Команду, победившую в муниципальном туре, ждёт зональные и краевые этапы. Эти соревнования мы проводим специально в такие сроки, чтобы подготовить детей к краевым соревнованиям. Параллельно проходит ещё всекубанская спартакеада по игровым видам спорта, которая называется «Спортивные надежды Кубани». Она ежегодная уже, восьмая в этом году будет. И, естественно, детям нужна игровая практика. Эти же дети будут защищать честь своих школ, классов на краевых соревнованиях. Ещё одно уже ставшее традиционным соревнование состоялось в конно-спортивной школе «Изумруд». Там проходил четвёртый этап третьего открытого первенства Славянского района по конкуру «Золотая подкова» на кубок главы Славянского района. Всего турнир состоит из пяти этапов. Среди зрителей были глава района Роман Сенеговский, начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Сильные спортсмены из семи муниципальных образований края в этот день встретились на ипподроме школы. Среди участников Виктор Скрылёв, воспитанник конно-спортивной школы «Изумруд». Он больше пяти лет посвятил конному спорту. На счету юноши уже немало побед. В этих соревнованиях Виктор выступал в номинации «Всадники на лошадях со стажем пяти лет». Говорит, что перед выходом на ипподром не волнуется. Вместо этого он старается сосредоточиться. Сейчас как-то не волнуюсь. Первые соревнования когда были, вот тогда да, сильно волновался. А сейчас нормально. Светлана Етерескова конкуром тоже занимается пять лет. Приехала из города Новороссийска. Девушка была немного расстроена, ведь лошадь, на которой она постоянно занималась, не смогли привести на эти соревнования. И выступать ей пришлось с другой, незнакомой ей лошадью. Из-за этого, как считает Светлана, выступила она хуже, чем могла бы. «Было чуть страшно, что лошадь быстрая идет, но такая энергичная. Поэтому старалась как бы померкнуть удерживать. Вроде получилось так, но не очень». Представитель нашего района в этих соревнованиях завоевал бронзу в номинации «Дети». К сожалению, в остальных номинациях Славянский район остался без наград. Умело и ловко преодолевать препятствия на своих скакунах – главная особенность конного спорта. Теперь лучшие участники турнира встретятся на следующем, не менее зрелищном пятом этапе соревнований «Золотая подкова», который состоится 4 октября в День города и района.